Всем привет, дорогие мои друзья и зрители канала! И это первая часть из трёх частей про выставку клуба «Русские аквариумы». Итак, это мой аквариум, который поедет на выставку. Объём его около 33 или 35 литров. Габариты его 45 на 28 на 30. Получается, чисто здесь воды, наверное, только литров 30. Есть вот такое покровное стекло, которое, наверное, в выставке не будет участвовать, потому что оно какое-то очень страшное. Во-первых, оно здесь шире, чем надо, короче, чем надо. Здесь какой-то силикон такой весь уже, видите, грязный. Также оно вот и со сколами, и с острыми краями, поэтому его я уберу, и аквариум будет просто открытый без крышки. Есть вот такой светильник, не знаю его модель, но она довольно популярная. Тут вот есть разные светодиоды, зелёные, розовые, красные, синие, белые. Фильтр есть небольшой, барбус. Для этого аквариума, в принципе, его хватает. Вот я его так задекорировал лимонником. И, в принципе, здесь больше из оборудования ничего нету. Из жирности здесь есть креветки, аризис, вовара, три самочки, один самец, и есть такой вот прекрасный красный петушок, которого я отсюда уберу, потому что здесь он совершенно не смотрится, он здесь ест креветок, он здесь даже гоняет, как ты видел, аризис, вовара. Вот, видите, вот он за креветкой плывёт-плывёт, и начинает её так немножечко обижать. За усики особенно он её щипет, а иногда даже таких вот больших креветок он просто съедает. Поэтому сейчас первым делом убираю покровное стекло, и убираю отсюда красного петушка. Убрал петушка, убрал покровное стекло, и теперь будем с вами сливать воду. По идее, можно было сначала выловить четырёх аризис вовара, но я сейчас это попытался сделать, и у меня ничего не получилось, эти рыбки очень шустрые, они буквально за пять секунд спрятались сразу в мох. Поэтому сейчас постепенно буду сливать воду этой баночкой, к сожалению, аквариум стоит на полу, поэтому только с помощью банки я могу нормально сливать воду сначала в бочку, потом в девятилитровую канистру, потом ещё в пятилитровую канистру. Если вода ещё в аквариуме останется, её будет довольно много, то ещё в одну пятилитровую канистру я её обязательно налью. Так что с собой в ДК-стиму я привезу сразу всю аквариумную воду, чтобы там, откуда воду не брать, а то там вода грязная, там вода всё-таки не такая, как в аквариуме, там из полезных бактерий вода, поэтому всю воду я буду брать из этого аквариума, и на этой же воде я буду в ДК и запускаться. Вот я уже слил почти всю воду из этого аквариума Акваскейпа, и получилось у меня 24 литра воды. Хотя аквариум объёмом получается 35 литров почти, но удалось слить всего лишь 24, потому что, естественно, часть воды вытесняет грунт, часть растения, и часть воды вытесняют даже креветки. Поэтому больше сливать не стал, тут так осталось в воде, наверное, литров 5 или максимум 6. Как раз тут есть небольшое место для плавания креветок, рыбок я уже всех выловил, закачал их в пакет. Получается в пакете 1 литр воды, получается я слил даже не 24 литра воды отсюда, а 25 литров воды. Фильтр уже убрал, сейчас его промою, также немного почищу сетильник, так как он вот здесь вот немного грязный, немного в налёте от брызг от фильтра. Конечно же, сейчас немного упакую растения, чтобы они просто не засохли и не обморозились, просто сейчас на них положу салфановые пакеты, чтобы как бы они были ими облеплены, и чтобы они просто не высохли, потому что жалко будет привести в ДК-стимул уже сухие растения. А так красиво всё смотрится, сетильник, конечно, сразу поярче стал светить, потому что через воду он светил как-то тусклый, сейчас воду убрал, сразу всё такое яркое, стало сочное. В общем, сейчас не буду медлить, буду уже и аквариум упаковывать, и растения. Надо будет не забыть ещё вот тот чёрный фон, чтобы уже на месте его налепить на заднюю стенку. В общем, сейчас всё упаковываю, чтобы ничего не забыть, и уже отправляюсь в ДК-стимул. И вот я уже приехал в ДК-стимул, привёз аквариум, он стоит вот здесь вот, на тумбочке. И сейчас будем его устанавливать, но сначала небольшой обзор сделаю по этому помещению. Здесь такая вот большая ёлка, аквариум наливается водой. И тут как раз несколько рядов стоек. вода, тут полно вещей, ящиков. Здесь будет такой односторонний стеллаж. Получается тут раз, два, три, четыре, пять, шесть секций. И здесь получается по шесть секций двойной стеллаж. И мой аквариум будет стоять где-то вот здесь вот. Но сейчас пока что аквариум я буду распаковывать, снимать плёнку. Поэтому этим сейчас и буду заниматься. Вот так я запаковал этот аквариум Акваскейп, чтобы растения здесь не высохли. Я, получается, поместил туда сначала обычный пакет, потом ещё попорчатую плёнку. И, в принципе, вот видите, растения здесь ещё влажные. Но не буду я пока что всё это открывать, потому что ещё место под мой аквариум не готово. Вот здесь вот немножечко водички есть. Так что пока что в таком виде аквариума я ставлю. Но вот ещё также привёз немного оборудования. Установил аквариум на своё место. Он будет стоять на двухсторонней стойке. Вот здесь, получается, люди будут обходить и сразу натыкаться на мой аквариум. А сейчас я буду брать 24 литра привезённой воды в бочке и в двух канистрах и уже заливать в аквариум. Вот такие здесь уже цехлитки. Их уже запустили. Продолжается заливка воды. Ну а свой аквариум я уже также запустил. Подключил электричество. И сейчас вам его покажу. Аквариум стоит на этом месте. Свет уже включён. Фильтр также включён. Однако, видите, растения немного помялись. Видно то, что химиатус микроэнтомотис так немного поник. Рыбок я уже, кстати, сюда запустил. Но видно то, что и Людвигия Суперред немного поникла. Лимонник помялся. Поэтому сейчас буду вот так вот всё это восстанавливать. Всё это буду немного так оживлять и поднимать. Вот уже наклеил фон. Более-менее расправил все растения. Подключил свет. Фильтр. Рыбки уже вовсю плавают. Осталось только подождать два дня, когда все растения выправятся. Пока химиатус придёт в нормальное состояние. Мох, в принципе, уже выправился. Лимонник немного, конечно, помялся. Но главное, он не помёрз, не высох. И, в принципе, всё хорошо. Фильтр такой прекрасный. Рябь образует. Так что такой красивый аквариум Aquascape со хорошим светильником у меня получился. Ну, а сейчас работа продолжается. Уже вешают чёрную ткань. Вот уже работа идёт полным ходом. Устанавливается чёрная ткань. Это, получается, старые стеллажи со старой выставки. А это уже новые, на которые здесь вот ткань не нужна. И подписывайтесь на канал Юный Аквариумист и на все аквариумные каналы. Вот так выглядит мой фон. Да, на него тоже подписывайтесь. И ему привет передайте от меня и от Вани Лучина. Аквариум сзади вот так выглядит. Пока что времянка вот так вот установлена. Потом здесь, по идее, где-то розетка будет. Но пока её здесь нет. Вот здесь сидят золотые рыбки в двух больших пакетах. Вот такие вот рыбки. Таких рыбок можете видеть на выставке пятого, шестого и седьмого января. Ну, а работа продолжается. А вот такой вот мощный компрессор будет работать практически на все аквариумы. Вот такой он большой. И вот там есть большое количество аэролифных фильтров. Есть наклейки. И вот там уже собирают фото-зону. Вот уже включили свет над аквариумом с цехлидами. И теперь давайте при нормальном освещении посмотрим на них крупным планом. Некоторые аквариумы уже запустили, залили водичку, поставили фильтрики. И уже завтра сюда будут запускать рыбу. Всего будет таких 100 литровиков 18 штук. Ну, а так здесь работа кипит. Сейчас я буду уже уходить, потому что устал пока вез этот аквариум. Были риски то, что я его просто разобью. Но, в принципе, я его упаковал, довез нормально. Уже растения потихонечку здесь отходят. От транспортировки рыбки также уже отошли. И, в принципе, все уже смотрится довольно неплохо. Немного тот дизайн изменил, помог мне Сергей Шилов. Так что, такие вот дела. И вот, что получилось за первый день сборов. Установили такой вот аквариум с цехлидами. Такой вот аквариум. Грунт есть, камушки есть. И такие прекрасные вот цехлидки уже при ярком освещении. Вот такие вот рыбешки. Я их вам более подробно сниму 5 января и выложу 6 января ролик про первый день выставки. А всего будет роликов 3. Вот также уже поставили большую часть маленьких аквариумов и большую часть больших аквариумов. Вот на нижнем ярусе уже почти все аквариумы также промыли. Я промыл 20 с лишним аквариумов. Свет также установили вот здесь вот. На нижнем ярусе, на верхнем также есть светильники над каждым аквариумом по светильнику. Так что такой вот двусторонний ряд и односторонний ряд с, получается, 18 аквариумами объемом по 100 литров каждый. В некоторый аквариум уже залили воду. И вот в одном из аквариумов плавают золотые рыбки, телескопчики. Здесь также уже поставили освещение. Вот такие вот красивые золотушки. Ну а сейчас я отправляюсь домой, потому что устал уже весь вот этот вот нижний ряд. Я промыл. Даже вот тот ряд немножко начал промывать. В общем, много работы проделано. Еще больше предстоит завтра сделать. Но завтра меня не будет, поэтому ролик про завтрашнюю подготовку не выйдет. Но вот думаю, 5-го числа как раз буду снимать ролик и 6-го выйдет ролик уже с выставки. Так что, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.